Нынешнее разнообразие пород собак заслуга селекционеров. Они не только создавали новые разновидности, но и изменяли старые. Свой первоначальный облик удалось сохранить лишь баригенным или примитивным породам. Вмешательство человека в их развитие либо минимально в попытках сохранения вида, либо полностью отсутствует. Формирование в суровых условиях естественного отбора наградило собак-абаригенов сильным иммунитетом и склонностью самостоятельно принимать решения. Поэтому на воспитание этих питомцев обычно уходит много времени и сил. Первую часть данного топа вы сможете найти по подсказке сверху или по ссылке в описании. А в этом ролике мы вновь рассмотрим пятерку самых популярных пород собак, которые относятся к аборигенным. Открывает наш топ афганская борзая. Пожалуй, самый запоминающийся из борзых. Родина этой статной собаки с изящным телом и великолепной шерстью принято считать Афганистан. Именно там европейцы впервые увидели этих удивительных животных, способных нестись за добычей по отвесным горным склонам, словно по ровному полю. Аборигенные предки афганских борзых отличались от современных внешне. В горных районах обитали собаки с более густой темной шерстью, а в южных пустынных равнинах более короткошерстной и светлой по окрасу. Но никто из них не имел такой богатой шелковистой одежды, как современные афганские борзые. Современный облик шерсти – заслуга западных селекционеров начала 20 века. Что касается характера борзой, она будет вести себя не как питомец, а как равноправный член семьи. Иметь собственное мнение, не стесняться его выражать. Многие покупаются на внешнюю красоту афганских борзых, не понимая, что это не просто домашний питомец, а существо, которое потребует от владельцев ответственности и серьезного внимания. Тем не менее, со своим хозяином собаки очень игривы, активны, наблюдательны, заботливы и часто проявляют чувство юмора. Но и противоречивые черты, конечно, имеются. Питомцы бывают пугливыми, капризными и ленивыми. В городе гулять с ними можно исключительно на поводке из-за охотничьих инстинктов. Однако такого выгула борзой не будет достаточно. А также уход за шерстью этих питомцев должен быть регулярным. На четвертом месте Чао-Чао. Одна из древнейших пород. Ее зарождение произошло в Древнем Китае более 2000 лет назад. Считается, что Чао-Чао эволюционировали от волков, живущих в засушливых степях Северного Китая и Монголии. Пусть внешний вид этих рыжих плюшевых мишек не водит вас до блуждения. Это животные с независимым характером и гордым нравом, которые способны понять не все. Они совершенно самодостаточны, живут сами по себе. Безусловно, привязываются к хозяевам, но не спешат бурно выражать свои чувства. Ожидать бурных встреч после долгого отсутствия дома не стоит. Эта порода собак уважает чужую территорию и требует, чтобы люди соблюдали ее личные границы. При этом Чао-Чао бесконечно предана хозяевам, ласковая и чувствительная, просто уверена в том, что люди и так это понимают. Частое купание питомцам не нужно, да и в целом они довольно чистоплотны. Обходят лужи на прогулке и не стремятся залезть в грязь. Беспрекословное выполнение команды для Чао-Чао редкость. Она выполнит ее только, если будет видеть для этого причину. А также, как у большинства аборигенных пород, у них довольно крепкий иммунитет. На третьем месте самоед или самоедская лайка. Одна из самых популярных пород в мире. И неспроста. Исследователи считают, что самоедские лайки живут рядом с человеком уже около 3000 лет, причем в практически неизменном виде, поскольку ореол их обитания ограничен и смешения с другими собаками были невозможны по объективным причинам. Суровые условия севера предъявляют к собаке особые требования. Охрана олейних стад, охота на дикого зверя, работа в упряжке, да практически любой вид деятельности в Арктике невозможно представить себе без участия обученных лайк. Дух энтузиазма, страсть к работе в команде, потребность в постоянном общении, кипучая энергия и при этом удивительная, иногда даже чрезмерная доверчивость к окружающим – главные черты характера самоеда. Однако стоит упомянуть и о независимости и самостоятельности питомца. А еще при отсутствии долгого выгула и физических нагрузок у него может появиться деструктивное поведение дома. Проводить время со своей стаей, которой является его семья, для самоеда очень важно, они не выносят одиночество. Идущий из глубины веков привычка самостоятельно познавать мир и доверять в этом только себе и сформировала те черты характера, которые многие считают проявлением упрямства. В своем развитии самоеды очень динамичны, и однообразие создаваемых в процессе дрессировки ситуаций быстро им надоедает, становится неинтересным. Проявив неординарность и оригинальность в методах воспитания, вы сможете добиться прекрасных результатов. Частое купание питомцу ни к чему, тем более, если учитывать, что шерсть самоеда не промокает ни от снега, ни от дождя. А вот регулярные физические нагрузки и подвижные игры обязательны. На втором месте пекинес. Не каждая порода может похвастаться такой же долгой и интересной историей, как пекинес. Выведенный более 2000 лет назад в Китае, он всегда был привилегией исключительно императорской семьи. Много веков пекинесы жили в императорском дворце и фактически считались духами-хранителями правящей династии страны. В поведении королевские черты также видны. Чистокровные питомцы неторопливы, своенравны, обладают чувством собственного достоинства. В плане двигательной активности порода несколько пассивна и не будет требовать активных прогулок с таким рвением, как самоед. Пекинесы могут демонстрировать чрезмерную отстраненность и аристократическую холодность, но откровенная приставучесть им не свойственна. Трудновоспитуемый, неподдающийся дрессировке пекинес, пожалуй, самая распространенная среди фанатов порода клише. Да, дворцовые собачки своевольно эгоистичны, но привить им нормы этикета вполне реально. Единственное, придется изменить тактику поведения. В частности, с пекинесами не прокатят суровость и давление, а вот на откровенную лесть порода отзывчива. Поэтому похвала за любые достижения – хороший стимул. Кроме того, гораздо проще будет начинать воспитание щенячьего возраста. Купания пекинесам не рекомендованы в принципе, поэтому устраивают их раз в год либо накануне выставок. А вот гигиену ушей, глаз и носовой складки собаки требует повышенного внимания. На первом месте – шицу. История этой тибетской породы исчисляется тысячелетиями. Считалось, что шицу были любимыми животными Будды и признавались священными. Они не могли быть куплены или проданы, только подарены. Возможно, именно подобное отношение и породило в этих питомцах гордый нрав и укрепило чувство собственного достоинства. Но назвать их высокомерными нельзя, они просто любят внимание. При этом собака всегда знает, когда можно попрыгать вокруг хозяина, предлагать поиграть, а в какой момент лучше воздержаться от подобного. Шицу способна принести в дом радость и стать надежным союзником. Они коммуникабельны и в целом дружелюбны ко всем, но обижать себя не дадут никому. Отличительными чертами характера являются терпеливость и мужественность. Большинство собак этой породы сложно переносят одиночество. Им все равно, где жить, важнее с кем. Собаки умны и с легкостью способны запоминать базовые команды, но выполняют только в том случае, если посчитают команду необходимой. А невоспитанный питомец с большой вероятностью будет портить вещи в доме, поэтому чем раньше вы начнете воспитание, тем лучше. Регулярный уход за шерстью шицу также очень важен. Без вычесывания шерсть с легкостью путается. Серьезных физических нагрузок питомцы не требуют, а еще они обладают крепким здоровьем. На нашем портале вы можете познакомиться со всеми породами собак из данного видео и приобрести щенков множество различных пород от проверенных лично нами на титулы и документы питомников. Наши ответственные заводчики помогут вам на всех этапах взросления щенка. Нам очень важна ваша поддержка, поэтому если видео вам понравилось, не забудьте поставить ему лайк и подписаться на наш канал. Ну а мы увидимся с вами в следующем видео.